Так, насилие в отношении женщины это низко, но ты не замечаешь, что на Кавказе все же процветает матриархат и феминизм. Тумсо, добрый вечер. Очень интересно послушать твое мнение по поводу Лии Заурбековой. Что ты сам думаешь по этому поводу и как бы ты поступил на месте ее отца? Что главное, обычаи или свобода? Так, Лия Заурбекова, кто это? Меня это имя ни о чем не говорит, Павел. Я прошу прощения, если бы ты написал, в чем там суть, я бы тебе ответил. И мне не совсем понятен твой вопрос, главное, обычаи или свобода. Почему это должно противоречить друг другу? Если ты противопоставляешь эти два момента, то есть обычаи, если это противопоставление свободе в своем понимании, то я за обычаи буду, потому что я уже понимаю, что ты под свободой подразумеваешь полный разврат. Обычаи — это вещи, которые удерживают людей от разврата. А если это, конечно, нормальные обычаи, но я исхожу из чеченских обычаев и традиций, я понимаю, что чеченские обычаи и традиции — это удержание людей в рамках нормы. То есть именно обычаи и традиции, даже когда человек не сильно религиозен, но обычаи настолько пересекаются, они взяты из ислама, что человек, если он придерживается этих традиций, то он будет, по сути, находиться в рамках религии, то есть его поведение не будет противоречить. И если ты противопоставляешь это, значит, то, что ты воспринимаешь как свобода, в моем понимании, это полный разврат, и в этом случае я буду за обычаей. Но, в общем, мне нужно разъяснение, кто это Илья Заурбекова. Так, Павел, коротко. Девушка спряталась от родственников в отделе полиции. Все ее родственники осадили этот отдел. История гремела в Москве два дня. В итоге ее вывезли за границу правозащитники. Почитай, будет время. Я, да, я видел эту историю, но это чисто. Я же говорю, это такая типичная семейная история, в которую я не буду лезть, потому что это не касается каких-то политических вопросов, это не касается преследования из-за инакомыслия, из-за политических реликозных взглядов. То есть это не из этой области истории. Это история такая чисто семейная. Вот эта вот девушка одумается, со своей мамой и папой поговорит, и все, и больше нет этой истории, понимаете? А мы сейчас, если туда залезем, начнем там из этого всего раздувать, потом мы окажемся во всей этой истории виновными. Поэтому здесь я вообще no comment. Так, здравствуйте, Тумсо. А какое у вас мнение о том, как сейчас ловят беглянок, чеченок, традиции и традициями, но неужели у человека нет права самоопределиться в жизни и выбрать свой путь? Так, здравствуйте. Что за беглянок? Если речь идет о каких-то там семейных вопросах, когда, допустим, дочь там что-то, что-то ей в голову ударило, она там решила куда-то убежать, и именно родители ее как бы вернули, у меня вообще нет, я даже лезть в это не буду. Это чисто семейные вопросы. Если речь идет о каких-то политических темах, когда, будь то девушка или парень, неважно кто, когда в его отношении власть проводит какое-то преследование из-за его инакомыслия, политических и религиозных взглядов, в этой ситуации, да, это то, что меня интересует, это то, куда я буду, что я буду комментировать, как минимум. Но если это чисто семейная история, то, которая тоже встречается, у нас бывает такое мы обычное общество, и мы тоже сталкиваемся с какими-то проявлениями. Если там девушка попала под какое-то влияние, у нее что-то там, она возомнила, решила убежать из дома, и ее родители вернули, вообще никаких вопросов нет, это чисто их семейная история. Если же там есть какое-то, даже если это семейная история, но там прям какое-то насилие, например, домашнее, и такие какие-то подобные вещи, это отдельная тема, которая, да, если там никто в это не вмешивается и дают просто там уничтожать, допустим, кого-то, конечно, в это надо вмешаться, но у нас, как правило, такого я не видел. Я не знаю, никогда не встречал такого безразличия у нас, чтобы там, например, соседи, сосед убивал свою жену, допустим, а соседи сидели, как будто бы это их не волнует. Такого нет, я такого, по крайней мере, не видел, и не поверю, что массово такое возможно. При этом какие-нибудь, может быть, отдельные моменты будут встречаться, ну, да, возможно, будут. То, что пятеро мужчин, одну девушку плохо, но язык у девушки был, что мог кого угодно вывести из себя, так что я не знаю, кто кого спровоцировал. Ребята, я не верю, что мы с вами это обсуждаем. Язык у девушки мог быть... Вы допускаете, что язык у девушки может быть таковым, что пятеро мужчин могут поехать и отпинать девушку? Я... Я сдаюсь. Я не хочу даже это обсуждать. Сафанова. Так, насилие в отношении женщины это низко, но ты не замечаешь, что на Кавказе все же процветает матриархат и феминизм. Ну, наверное, да, я этого не замечаю, потому что он там не процветает, поэтому я это и не замечаю. Я... Смотрите, в феминизме матриархат процветает. Что это значит, процветает в феминизме матриархат? Феминизм процветает, допустим, в Швеции. Здесь, да, есть феминизм. Причем это... Этот феминизм, он, знаете, не такой токсичный, как в России, допустим. Но вопрос вот этого равноправия между женщинами и мужчинами, он здесь на такой... Ну, на уровне, я бы так сказал. Он здесь прямо на уровне. Здесь нет такого, как бы, разделения ролей. То есть нет женской роли в обществе и мужской роли. Нет такого, что женщина воспитывает детей, допустим, а там мужчина зарабатывает. Вот в шведском обществе такого нет. В шведском обществе мужчина может воспитывать детей. В декрет уходит мужчина, там, наравне с женщиной. Нет такого, что женщина готовит, допустим, а там мужчина ремонтирует дом там или машину то есть у них вот это вот реально роли они как бы размыты у нас подобного нет если ты имеешь ввиду под матриархатом феминизмом то что кадыров там своих дочерей это не не проблема общества это вообще из другой области тема то что кадыров там свои дочерей ставить на должности но это понятно что кадыров пытается таким образом не пытается делает своих дочерей государственными чиновниками то что кадыров извращается над чеченскими обычаями традициями это не сегодня произошло то есть это не та ситуация которая связана там с феминизмом или матриархата это ситуация которая связана конкретно с кадыровым это и не сегодня она началась понимаете это человек который целенаправленно там где уже 20 лет он тоже нос ложечки кормил то в эфирах там рассказывал как он любит свою жену это все ведь оттуда началось и вот это всего лишь продолжение того как он со своими детьми садится за один стол там что-то они сидят это все демонстрируется что что совещание правительство проходит там одни зятья его дети ну вот это чисто кадыровская история они связаны с матриархатом или феминизм убери сегодня этого кадырова все нет никакого матриархата или феминизма и нашем обществе роли мужчин и женщин у меня у нас все таки есть четкие роли у мужчин и у женщин в чеченском обществе это это такая база которая так так воспитываются у нас дети поэтому я думаю это пока во всяком случае у нас с этим проблем нет а